всем привет сегодня вам хочу показать еще одну свою готовую работу это розы от фирмы овен я не знаю девчонки почему мне иногда нравятся такие сюжеты вроде как и розочки так как-то нарисованы примитивно и вазочка какая-то не особо красивая но вот бывает что мне запал в душу набор и все я его хочу несмотря на то что я параллельно вышиваю какие-то крупные работы масштабные со сложными схемами но от них усаю и хочется чего-то такого простого легкого и вот этот наборчик стоил всего 500 рублей по моему еще даже и скидки там мои действовали не помню уже точно это не так важно размер работы 17 на 40 вышивается на конве 14 каунта в 3 нити я не показывала обзор этого набора вообще последние работы которые я начинала я не снимала обзоры как я начинаю их поэтому сейчас кое-какие вам детали расскажу если кто не знаком с комплектации фирмы овен то у них вышивается все в 3 нити такая вот самодельная у меня планшетка или не самодельная и и девчонки вы представляете я даже уже не помню в моточках здесь были нитки сама я их нарезала или они были нарезаны и навешаны на вот этот органайзер ну в общем вот так несколько процессов я начала и почему-то даже такой нюанс не помню ну вот бывают такие провалы в памяти а что и сделать если три канала и на все три канала нужно что-то снимать вот так вот мы в последнее время строим теплицу на даче пруд хотим сделать в общем мы дачными работами настолько увлеклись что вышивку у меня между делом в промежутках как быстрее быстрее у меня есть с собой еще дорожный процесс я вам покажу в следующих видео а какой у меня дорожный процесс и я его беру с собой на дачу а вот и в общем урывками сажусь вышивать как-то не уделяю я уже столько времени вот этим деталям как зимой да как то они для меня не важны на задний план вот уже ушли и представляете даже не могу вам сказать но ничего страшного у меня есть еще и другие наборы от фирмы овен когда начну вышивать там уже буду делать обзор набора и показывать я уже сделала вывод что обзор набора нужно показывать обязательно потому что иногда бывает там какие-то нюансы сразу не разберешь эти нюансы а зрители подсказывают вот так как было у меня с набором ами шоп я не разобралась где кресты где полукресты и большое спасибо зрителям которые мне подсказали но я уже выложила четверть вышитой работы исправлять уже не было смысла я пожалела что я не выложила обзор набора когда я начала вышивать так что обзор нужен не только для зрителей но и для нас вышивальщиц особенно если мы вышиваем какой-то набор первый раз и когда мы на камеру распечатываем начинаем анализировать схему и в каких-то вещах не можем разобраться и зрители подсказывают в общем это очень полезно снимать обзоры я для себя такой вывод сделала хотя и не очень любил обзоры наборов теперь я их буду любить в общем вот такая у меня замечательная получилась работа вышла я ее давненько уже на неделе две наверно точно у меня есть под видео ссылочки на мой инстаграм и на страничку вконтакте дело в том что я сразу на телефон фотографирую и фотографию выкладываю поэтому кто подписан те видят когда я завершила я коротко пишу фотку делаю коротко пишу но там не только конечно новости о вышивке там полностью новости с моих трех каналов вообще что у меня происходит я там выкладываю поэтому девчонки кто подписан в курсе вот такая получилась красивая работа я уже рассказывал свои впечатления когда вышивала вазу мне она не понравилась такие резкие переходы хотя девочки писали что вроде все нормально смотрится ужасно не нравится мне ваза вот сейчас издалека да вот этот блик он смотрится более естественный но при близком рассмотрении вот эти вот полоски мне совершенно не нравится но что сделать вот так получилось очень красивого цвета серая канва мне понравилось обалденное хотя здесь на превьюшке она смотрится серее а здесь в жизни она немножко таким голубоватым оттенком но все равно красиво а так в общем то если сравнить превью и готовую работу то ничем не хуже то есть например на превью заявлено абсолютно то же самое что и получается у нас в готовом виде вышивка в три нити мне не очень нравится поскольку уложить ровно стежочки сложновато но все-таки я старалась ниточки пнк кирова они тоненькие и в две нитки светятся а а вот в три нити в самый раз в общем то какой получается результат мне нравится но в процессе вышивки сложновато сложновато вот но я и подушку вот от пана завершила там тоже в три нити то правда на 11 канве а здесь на 14 канве вот но очень люблю я цветы сто раз уже говорила никогда не устаю вышивать лепестки мне это очень очень нравится но такая нежная красивая получилась работа с оформлением пока не знаю как у меня очень много лежит работу работ в рулонах когда-нибудь я их оформлю и повешу на стену девочки просили рум-тур показать с вышивки в интерьере как вы помните я здесь сидела снимала для вас видео и на заднем плане у меня были вышитые картины это кухня обои наклеили картин пока нет нужно их прибивать но очень много другой работы сейчас не до картин я не хочу оформлять картины багет пылится поэтому пусть лучше мои вышивки в рулоне лежат когда мы начнем их вешать тогда уже я буду думать куда мне повесить сюда на кухню или в комнату на какие делать раму на какие нет и вообще какие работы увезти на дачу повесить а какие здесь в общем сейчас я просто не хочу об этом думать у меня сейчас другие планы вот поэтому рум-тур никакой не получится и вышивки в интерьере тоже не будет пока в ближайшем до зимы это точно вот поскольку на лето у нас планы только дача рыбалка охота все сидеть дома летом только ну только по крайней необходимости когда нужно мне работу свою сделать или какие-то домашние дела сделать вот а так в принципе нет смысла сидеть дома это очень вредно все время сидеть вот летом нужно проводить на природе время хотя у меня очень сильная аллергия но это аллергия у меня и дома пью таблетки и еду на дачу несмотря на то что очень мне там тяжело но все равно сидеть дома не хочется в целом хочу сказать мне наборы от фирмы овен понравились очень многие дизайны мне у них нравятся некоторые из них я уже купила некоторые я отметила для себя галочкой что в будущем я их обязательно куплю так что если вы сомневаетесь покупать набор овен или нет я в общем то вам их рекомендую а ничего в них такого ужасного нет никаких таких серьезных недостатков единственное это глянцевая схема яркая глянцевая схема конечно вот эта работа вышивается простенько можно можно было по ней вышивать но если сложная схема то я думаю будет ребить в глазах ну хотя это тоже в общем то на любителя некоторым доставляет удовольствие такие схемы ключ я вот так отрезала я его отрезаю последнее время я это делаю я видела на видео у девчонок они я видела на видео у девчонок они вот так схему отрезают ключ отрезают я в общем то тоже так стала делать но уже я на этом обожглась на дачу брала работу и потеряла там ключ в общем я вам расскажу об этом в следующем видео но вот это минус конечно что я отрезаю раньше я полностью все схемы сканировала распечатывала а сейчас перестала это делать нужно хотя бы сканировать распечатывать ключ если оригинальную схему большой лист не потеряем то вот такой ключ очень легко потерять и вот у меня уже такое произошло но опять же вот большое спасибо пиратам хоть я и против пиратства но благодаря им я нашла ключ вот я покажу вам что это за работа и какой ключ я потеряла это будет в следующем видео на этом я заканчиваю свой рассказ большое спасибо что посмотрели это видео всем желаю удачи с вами была инесса пока пока да и не забудьте поставить лайк на видео заранее вас благодарю спасибо 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 я